Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую, восьмую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И что мы будем делать в этой серии? Во-первых, хочу поблагодарить тех, кто сейчас со мной тут находится, смотрит эту серию, потому что, если вы её смотрите, значит вы меня поддерживаете и хотя бы что-то вам нравится, то, что я делаю. И за это, ребята, я всегда говорю вам спасибо. И что мы будем делать в этой серии? Я пока что не знаю, знаете... О, точно, 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 точно. Что я вспомнил? Я добавил уже, наконец-то, спустя 8 серий, я вроде добавил мод на печке. Нужно сейчас, нужно сейчас, 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 у нас есть железо, да, у нас есть железо. Нужно сейчас попробовать, работает ли вот это всё? Работают ли вообще вот эти печки? Давайте вот это сломаем и попробуем. Можно ли, можно, где печка? Вот она. И давайте пробуем. Опа. Нет, не работает, ребята. Значит, почему-то печки, мод на печке почему-то не добавился. Я не знаю, я просто его сразу закинул в папку, но, как вы видите, мод почему-то не добавился. Ну, ладно, ничего страшного, попробую еще добавить, если не получится, значит не получится. Тоже, в принципе, если вот этого мода не будет, то ничего страшного в этом нет. Но все же хотелось бы, чтобы был, так как, в принципе, он полезный, да. Я еще что-то хотел сказать, но, если честно, я пока что не помню, что я хотел сказать. По поводу, по поводу, по поводу, по поводу магазинов нам еще нужно будет поговорить, потому что я не знаю, будем ли мы делать магазины в этом сезоне. Но мне почему-то кажется, что нужно сделать, потому что это будет уже слишком хардкорно, и вряд ли мы вообще сможем словить двух легенд без какой-то либо помощи со стороны тех же магазинов. И, в принципе, это будет даже отличное разнообразие. И, наконец-то, ребята, я включаю голод. На восьмой серии я включаю голод, и нам нужно будет кушать. А потому что первые серии такие были подготовительные немного, а сейчас уже будет немного посложнее, еще посложнее, потому что еще и голод будет. И почему-то я сейчас смотрю, я только что заметил, почему наш пиплап опять называется пиплап. Может, просто кто-то забыл, но в предыдущей серии мы назвали пиплапа уже в честь... Ну, летсплейщика Фрост, да? Мы назвали в честь него. А сейчас я так смотрю, и имя опять почему-то поменялось. Хоть я и не представляю, почему. Сейчас нужно будет... Так, это сюда давайте. Ага, сейчас нужно будет опять его поменять, потому что я не имею представления, почему опять имя с Фрост поменялось обратно на пиплап. Не знаю почему, может, баг какой-то. Ну ладно, ничего страшного, мы опять сможем поменять. И Фрост, вот он. Здравствуй, Фрост! С возвращением! Да вашу нафиг! Вашу нафиг! Вот, честно, это меня уже так бесит, что это... Next Party Slot, вот он. А это какая-то... Я не знаю, честно, ребят, это меня уже так иногда бесит. Что это за хрень? Почему вообще вот это меняется? Вот. Ага, сейчас вот это не работает. Так, Previous, вот он, Previous. А где еще G? Что там на G еще есть? Ну, вроде, да, вроде все поменялось, замечательно. Так, ну, знаете что? Нужно прокач... Ух, да. Не успел сказать, нужно прокачивать наших покемонов, как он вступил в бой. Нам нужно уже выкладывать... Ух, нифига себе. Нам нужно уже выкладывать потихоньку. Сможем вылечиться, сможем. Нам нужно уже выкладывать нашу Тортеру. Потому что, ну, она уже, если честно, немного поднадоела. Да, я понимаю, это стартовик в этом сезоне. Это как бы отлично. Но я уже хочу какое-то еще большее разнообразие. Мне кажется, будет круто, если мы уже выложим Тортеру и пойдем там на поиски... Я не знаю, Буйбасавра того же или... Чикариты. Потому что я видел Чикариту возле дома, где я строил. К сожалению, я еще пока что дом не достроил. Потому что я его начал строить только в предыдущей серии. И я его еще, если честно, просто-напросто не успел достроить. Так, это сюда. Дальше, что тут еще растет? Я потом, конечно же, вот это все перенесу. Вот так. Давайте. Вот так. А я потом вот это все перенесу туда, куда нам нужно. А перенесу я это возле нашего дома. Мне кажется, это будет круто там выглядит. Но сначала дом нужно хотя бы нафиг достроить, а потом уже переносить. Так. М. Так. Оно как-то криво нафиг растет. Я не представляю, куда оно кла... Вашу нафиг и... Смотрите, а почему это... Я клацаю на... Вот, наконец-то вот это выросло. Смотрите, какой... Смотрите, какой баг, ребята. Сейчас. Вот. Сейчас нормально. Хрен его знает, что это вообще был. Вот. Да. Баги нафиг... Вот. Смотрите, я клацаю по апрекону, но почему-то он какой-то прозрачный. Через него проходит вот это все и клацается на землю. Я не имею представления, что это такое. Почему-то у меня даже лаги вот сейчас. Это какой-то забаганный нафиг. Вот там апрекон у нас. Вот давайте поставим это вот. Вот. Смотрите. Да, ладно. Какие-то баги, баги, баги. А, это сайтер. Нужно поесть. Нужно поесть, потому что голод у нас уже есть. Нужно забрать еду. Это давайте... Знаете что? Это давайте сразу же выложим. Вот это, вот это выложим. Ага, ага. Квик-болы. Ребята, как думаете, стоит ли нам уже делать квик-болы? Мне кажется, что стоит. Мне кажется, что стоит, потому что 3 квик-бола, я не скажу это прям супер-пупер много. Но все же с помощью 3-3 квик-болов у нас есть хотя бы какой-то минимальный шанс словить какого-то покемона. А если у нас нету болов, то у нас вообще шанса нету словить покемонов. И знаете, что бы я вас хотел еще попросить, ребятушки? А давайте, пожалуйста, будем набирать 800 лайков на каждой серии. Потому что на предыдущей серии мы, к сожалению, не набрали 800 лайков. Поэтому такая была задержка с пиксельмоном. Я иногда уже пытаюсь даже сделать какие-то небольшие промежутки времени между выходой из серии пиксельмона. Но многие меня уже там просят. Единственное, сделай новую серию пиксельмона, сделай новую серию пиксельмона, новую серию пиксельмона. Ну и в принципе я не отказываю вам и также пытаюсь тоже сделать серию пиксельмона. Но раз я ее делаю, то хотя бы поставьте лайк, я буду им благодарен, если вы вот это сделаете. И, в принципе, то же самое, что если мы набираем 800 лайков, то сразу же выходит новая серия. Так, в первых сериях мы там набирали, если я, допустим, выкладывал серию в понедельник, то за понедельник, вторник и начало среды мы набирали 800 лайков, и в среду выходила новая серия Pixelmona. То есть у нас была задержка один день, потому что мы в тот день еще добирали, добирали 800 лайков. А сейчас на этих сериях уже это проходит по 3-4 дня, и мы еще не набираем 400 лайков. Но все же я, как видите, эта серия вышла, значит она вышла, хоть мы и на предыдущей не набрали 800 лайков. Но все же, ребята, я еще расскажу, я вас прошу, не поленитесь, пожалуйста, клацнуть на лайк, Мне, в принципе, это будет очень приятно, и это, если честно, как я уже много раз говорил, это отдельная мотивация, и когда я вижу лайки, то, в принципе, хочется больше даже делать то же видео. Ну, и это плюс для вас, потому что, если мы набираем 800 лайков, то сразу же выходит новая серия Pixelmona. Если не набираем, ну, значит будет какая-то небольшая задержка. Поэтому, когда вы будете выходить из серии Pixelmona, в принципе, зависит от вас, ребята. И сейчас мы уже пойдем, мы уже пойдем. Ноктаву, давайте прокачаем Ноктаву еще там парочку уровней, и можно уже его выкладывать. Но хотя перед этим, чтобы его выложить, нужно словить какого-то другого покемона. Так, это можно сюда, это можно сюда. Эм, как, как я вообще выкинул бэкпак? Как-то смотрю, он уже нафиг на земле валяется. Странно, странно. Так, сейчас, перед тем, как, вот, что он нам нужен? Три Quick Ball. Сейчас будет у нас, ребята, три Quick Ball. Замечательно. Это, конечно, немного, но все же. Все же, все же нормально. В принципе, вот, смотрите, даже вот эти зеленые я прикольно соберем. И потом даже сможем еще и Dusk Ball сделать, потому что Dusk Ball это тоже полезная вещь. Я не знаю, куда мы можем идти. Вот сейчас, давайте на дом пробежимся, посмотрим. Там Старли был, или мне показалось? Но вроде там Старли был, потому что за секунду до того, как я тпкнулся, я почему-то услышал голос Старли. Что она там, мол, сказала, да, там Старли, Старли, Старли. И вот, я не успел ее словить, и, в принципе, не успел отменить там телепорт. Ну, Милтанг, ты нам 100% не нужен. Фурет, Снаббл, или это не Снаббл? Нет, это не Снаббл, это Гранбл. Ну, вряд ли мы сможем. Ух ты, нифига себе. Вот. Ага, так он еще нас и парализовал, вот паскуда. Ну, и так тебе, жопа. Потому что... Ой, это кто там? Потому что все-таки Мега Дрейн это полезные штукенции. Кстати, у меня есть, конечно... У меня есть, конечно, идея. Конечно же, у меня есть сейчас идея. Но... Воплотить эту идею, ребята, это будет слишком, слишком. Слишком трудно. Это будет слишком трудно. Знаете почему? Потому что мы находимся возле этого биома, возле... Как он там называется? Фиг его знает, если честно. Ну, короче, вот с этими большими деревьями. Тут спамнится Иви. Да, да. Вы поняли, что я хочу сделать? Но... 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 Во-первых, чтобы найти Иви, это... Уже сложно. И, в принципе, это не так уж и легко найти вот эту заразу нафиг. А... И во-вторых... Ух... Во-вторых... Не, мне кажется, даже... Даже... Даже не стоит пытаться... А где мы... Ага, вот мы. А мне кажется, даже не стоит пытаться найти Иви. Потому что, кто смотрел предыдущие сезоны, вы, ребята, знаете, кто такая вообще Иви. И как она ловится вкратце. Она... Она не ловится вкратце. Она вообще не ловится. И, если честно, очень нужно много... Ну, хотя, знаете, как повезет. То есть, это всегда зависит от ситуации. Может, что... Иви словится и из первого була. Но, может быть, что и из... Сорокового була. Как это у нас уже, в принципе, много раз было. Но... Все же, Иви очень-очень просто найти в этом биоме. С тем же Покерадаром она бы тут спамилась миллион раз. И все, что тут нужно было, это бы просто зайти в этот биом. И посмотреть на Покерадар. И в ту же секунду мы бы увидели кучу Иви на своем пути. Но, все же... Мы играем без Покерадара. И это... Будет сложно найти. Сложно... О, дишпулевак. Сложно будет найти, потому что без... Без... Покерадара, в принципе... Вот это все усложняется. Это все усложняется. И найти Иви действительно встает очень сложно. Но хотя мы можем хотя бы чуть-чуть-чуть-чуть упростить себе задачу тем, что мы можем смотреть вообще. Есть ли тут какие-то покемоны возле нас. Вот с помощью хотя бы этой карты. Это, конечно, намного хуже. Но все же... Одиши... Одиши тут, как всегда, много, но... Одиши, как всегда, много. А... Биг Форест, вот. Давайте еще сюда ТП-хнемся. В этот Форест. Где он? Вот он. Сюда еще ТП-хнемся, потому что этот Форест будет... Этот лес будет намного больше, чем предыдущий. И, в принципе, в том лесу мы уже немного побывали и не нашли Иви. А тут может быть новая обстановка. Может новая атмосфера быть. И Иви может сама даже захочет вылезти и словиться. Что, в принципе, не очень верится. Ну, хотя, знаете, даже по тому же звуку... Нет, эмолога нам не нужна. Даже по тому же звуку, то есть, если Иви будет рядом, она может даже что-то сказать. И может мы ее... Ух ты, нафиг напугал, зараза. И может мы ее даже услышим, если она будет где-то рядом. Рядом, рядом, рядом. Иви, Иви, пожалуйста, заспамься. Кстати, если мы же словим Иви, да, если мы ее словим, в принципе, если мы ее найдем. О, парасект. Ух ты, ух ты. Ух, так у нас еще и... Леди Ба, у нас еще и парализован вот этот... У нас еще Татера парализована. Ух ты. Да, это будет не очень. Давайте лучше убежим. Если мы, конечно, сможем убежать. О чем я вообще говорил? Ага. Если все же... Если все же, все же, все же, все же, все же нам как-то получится найти Иви. Если у нас получится даже ее словить. Это будет, конечно, очень круто. Но, в честь кого нам стоит назвать Иви? Как вы думаете? В честь кого нам бы ее назвать? То есть, сто процентов, сто процентов, прям миллион процентов, это должна быть девушка. Ну, потому что Иви, как девушки там говорят, о, какая няшная там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И, в принципе, ну, я согласен. То есть, Иви, конечно, больше подойдет имя девушки, чем какого-то пацана. Иви будет носить имя какого-то мальчика этого действительно как-то... Ну, не очень, согласитесь. Это будет не очень. И, в принципе, даже, по сути, это будет намного больше подходить. Но нам хотя бы, хотя бы нам нужно ее найти, что само по себе не так уж и просто. Но сейчас уже ночь, сейчас уже ночь, так что вряд ли мы ее сможем найти. Потому что, если мы ее днем не нашли, то ночью точно вряд ли мы ее сможем найти. Так, домой. Давайте домой идем. Круто. Фух. Ну, три квикбола. Как вы думаете, кого бы можно словить? Ну, раз, знаете что? Раз, знаете что? Раз мы уже взялись за то, чтобы словить травяного покемона, значит, давайте пойдем и слоим. А где он? Он возле нашего дома, мне кажется, тут самый такой оптимальный вариант. Потому что я уже вам сказал, что когда я строил этот дом, то возле меня я тут нашел ту же кучу... Возле меня тут уже куча чекорит спавнилась, бегала. И, в принципе, нормально. Может, мы даже сейчас можем найти. И в этом же лесу... Давайте опять туда пойдем. В этом же лесу, помимо того, что мы сможем... Что Иви сможет заспавниться. Сентрет. Я бы, честно, наверное, словил его. Но давайте лучше мы пока что не будем тратить квикболы. Потому что... А вдруг, знаете, знать, как всегда. То есть, сейчас потратим квикболы, а тут прям бац! В одну секунду заспавниться Иви. И все, пошел ты, Эдисон, со своими квикболами. У тебя было три квикбола. Сейчас ты там два квикбола потратил. Для того, чтобы словить вот того покемона. И вот сейчас Иви. Но ты уже ее не сможешь словить, потому что у тебя уже даже болов нет. Это было бы реально печально, если бы Иви заспавнилась. Но мы ее не смогли словить из-за того, что у нас болов просто-напросто не хватало. Ух ты! Ну, тот же тик. Тоги тик. Тоги пи. Тот же пи. Ну, не говорится же тот же пи. Говорится же тот же... Тот же... Тоги пи. Значит, тоги пи. Ну, ладно. А вообще, как? То есть, ладно, сейчас мы нашли тут тоги пи. Тоги тика, да? Тайлика... Ух! Я вот это... Я вот это прям думал. А вдруг мы пойдем в этот лес, чтобы словить Иви? Но вместо Иви засвавится Бульбасар и Бульбасарчик. Здрасте. Ну... Здрасте, мордасте, Бульбасарчик. Я, конечно, ряд этому... Ну, Бульбасар... Чуть-чуть. Чуть-чуть паскуда. Знаете, есть такие прям большущие паскуды. Это чуть-чуть паскуда. Как вы видите, с первым фикболом он уже не словился. И у меня есть почему-то такие ощущения, что он вообще не словится. Это будет... Это будет очень круто. Это будет очень круто, если мы сейчас нашли... Если мы сейчас нашли Бульбасара, но мы его не сможем словить из-за того, что... То, что он паскуда, как я уже сказал. То, что он не словится, да? Да. Да, я как-то, знаете, даже боюсь его уже чем-то ударить. Пожалуйста. Убьем? Не убили. Пожалуйста. Пожалуйста. Бульбасарчик. Не огорчай нас. Ребята, давайте его попросим. Очень, очень. Да. Вот видите, ребята. Вот видите. Это же ваша заслуга. Вы же мне помогаете выживать в мире покемонов. Я же... Только как я вас попросил. Ребята, пожалуйста. Давайте попросим Бульбасара... Бульбасарра словиться. Вы попросили. Я же надеюсь, вы попросили. И в ту же секунду Бульбасар словился. Конечно же, это ваша заслуга. О, еще один репитбол. Круто. Нахрена? Ну, круто, да. Нахрена? Ладно. Круто. Нахрена? Да, круто. Фу. Бульбасар? Значит, значит, знаете что? Значит, в следующей серии мы уже выкладываем. Мы уже... А, нет. То была не Эмолга, то была Почерису. Точно. Ну, на начале серии, помните, там в лесу заспамилась Почерису. А я почему-то сказал, что это Эмолга на Почерису. Ну, просто ладно. То есть, извиняюсь, не увидел, не заметил. В принципе, ничего там страшного нет. Круто. 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 Новый покемон. Это, во-первых, новый травяной покемон. Вон это, во-вторых. И, в-третьих, мы выложим своего старого травяного покемона. И возьмем на замену нового Бульбасавра. Фух. Ладно, все. Сейчас уже, в принципе, нету даже смысла продолжать охотиться на Иви. Зачем? Если у нас уже даже тех же Болов нету. Уах. Так. У нас есть Ивангай. У нас есть Фрост. Но Ктавл у нас будет, наверное, Филиппином. Я его переназву. Может, в следующей серии. Чимчар, Риолу, Бульбасар. Это трех... Три покемона, которым сейчас нужно придумать имя. Сейчас нужно придумать имя. Ну, меня многие просили. Прям многие-многие-многие. Чтобы я назвал Риолу в честь Зе Брэндита. Ну, в принципе, можно. Да, в принципе, можно. Я с вами согласен. Брэндит тоже популярный. Если честно, он мне тоже нравится. Я его иногда тоже смотрю. Его там прохождение выживания в Зе Форесте. Или там... ГТА, да. Тоже смотрю. Поэтому, да. Я, в принципе, согласен. Можно назвать в честь него. Чимчара и Бульбасавра. Не знаю. Бульбасавра может назвать в честь Тиранита. Ну, в принципе, не знаю. Я не спросил у Тиранита. Может, мы еще даже иногда с ним когда-то общаемся. Раньше, кто не знал, мы с ним снимали. Но после того, как он там стал слишком популярный. И прям охренеть, как он раскрутился. Я даже не могу представить, с какого перепуга он настолько стал популярный. То, в принципе, после этого мы перестали вообще даже толком общаться. Ну, я понимаю, когда у тебя полмиллиона подписчиков, то в какой-то степени тебе никто не нужен. Можно и так образно и очень мягко выразиться. Тебе никто не нужен. А не сказать, послать нахрен всех. Да, но просто в какой-то такой степени. Не, ну, в принципе, я понимаю, там полмиллиона подписчиков, это реально охренеть. Когда ты там за год раскрутился на больше, чем 400 тысяч подписчиков. Ну, ясно. Но все же я его недавно спросил, можно ли я назову в честь тебя там какого-то покемона. Он, в принципе, да, ответил. Ну, Тиранит... Он что-то вроде, я не знаю, там, кальмара, да? В принципе, кто у нас есть в Пиксельмоне? В Пиксельмоне что-то похожее на тип, там, Тиранита, да? Вроде, вроде Октилери, да? Смотри, ребят, я просто заспавню, я не буду ловить. Вот. Вот это реально, мне кажется, похоже на Тиранита, да? То есть, такие прям щупальцы. Мне кажется, если мы его стоим, то в честь него, его мы назовем в честь Тиранита. А Бульбасавра и Чимчара... Ух! Чимчара мы может... Нет, Чимчар... Чимчара мы может назовем в честь Демастера, потому что мне говорили, что назви Чимчара в честь Демастера, потому что Демастер любит бомбить. Да, я прям... Цитата. То есть, назови Чимчара в честь Демастера, потому что, когда там у Демастера что-то не получается, он там любит бомбить, да? И просто орать, что, о, как это не получилось, и, в принципе, что-то в этом роде, да, там, фаерблесты пускать, нафиг, или флеймтроверы, да, что прям бомбит пукан, и с пукана там флеймтроверы пускать, да, атаки там угленных покемонов. А бульбасавра я не знаю, честно. Может, бульбасавра честь лололожки назвать? Ну, в принципе, потом посмотрим, честно. Ладно, сейчас мы уже не будем париться по этому поводу. Потом, если что, посмотрим. Так, круто, бульбасавра мы словили сейчас, что бы нам еще сделать? По поводу, по поводу магазинов. Да закрой ты, да, иди сюда. Где, где ты, паскуда, иди сюда. Ты уже запарила тут нахрен, умничать. Пол сериона там, не дудитов, не дудитов, не дудитов. И не заткнется, нафиг, не заткнется. Не заткнется, ваша мать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Дай ей подсрачник, пожалуйста. А то она уже запарила, если честно. И что я еще... Смотрите, у нас уже есть 6 покемонов. Наша цель это словить 100 покемонов, 2 легенды и, может, возможно, 5 шайни покемонов, если у нас, в принципе, это когда-то получится. Так, тут что-то у нас еще жарится, жарится, дожарится. И, в принципе, еще что тут можно положить? Что тут еще можно положить? Ребята, быстро, быстро, быстро. Вот это можно, наверное, положить, пускай это жарится. Так, быстро. Я просто думаю, куда бы нам еще пойти. Уже серию, в принципе, можно заканчивать. Но все же я хочу еще сюда пойти. Да нет, вот. Я хочу сюда пойти, еще может поискать каких-то боссов. Потому что в зимнем биоме, как по мне, это намного проще найти каких-то боссов. Прямо намного-намного проще найти каких-то боссов. Потому что тут нету так много... Тут нету так много всяких... Всяких, как это, деревьев, да? Всяких большущих каких-то гор, которые просто-напросто закрывают нам обзор, и мы не видим, есть ли там какой-то босс или просто-напросто там зеленые, да, куча зеленых деревьев. И мы через эти зелёные деревья не видим, есть ли там какой-то, допустим, тот же зелёный босс. Потому что много зелёных боссов спамят, а через деревья нельзя заметить, да, босс ли это или нет. А вот тут, в принципе, намного проще. Но хоть за 8 серий мы нашли только одного босса. Это был... Это был... Кто был? Это вроде был... Красный Вульпикс, да? Это кто? Пиплоп, здрасте. Это вроде был Красный Вульпикс, но он заспавился где-то на начале сезона, так в первых сериях. И, к сожалению... К сожалению, мы его тогда не смогли убить, потому что Вульпикс какой там был... Ну, 40-й уровень, да, тогда у нас ещё там Тюртвик был или Гротл какой там 30-й уровень. И, по сути, мы его просто-напросто не смогли убить, да, потому что... Ну, уровень не позволял, поэтому мы его и не смогли убить. И... С тех пор мы не находили ни... Ни одного босса. Но всё же, я надеюсь, что мы когда-то ещё хотя бы в этом сезоне встретим одного босса и сможем его запинать. И, может, с него даже нам что-то толковое выпадет. А если не выпадет, может и быть такое, что мы не найдём босса, в принципе, как выйдет. Опа, 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 опа. Так, чуть не пропустил. Вот, нифига себе, так заспавилось. Робантикс, нормально. Нифига себе, так заспавилось, да, прям на льду. И если мы не найдём босса, если, в принципе, нам, ну, не повезёт найти босса, или просто-напросто боссы не будут спамиться, то, так, ищите покебол, ребята, ищите покебол. Я вижу, там снизу, нет, это делибир, да. Нету болов даже, если бы я даже хотел его совить. Если, ну, нам как-то не будет вести с боссами, или, в принципе, опа, это, нифига себе, не... Это, что нафиг за странная генерация, какая-то паршивая звуки всякие. Ну, о том, возвращаемся к разговору. Если нам не повезёт на босса, в том смысле, что... Сколько пиплопов? В том смысле, что они не будут спамиться, потому что за 8 серий мы нашли только одного босса, которого мы не смогли убить. И, в принципе, не факт, что мы ещё когда-то встретим босса, да, если... Ну, мы не будем встречать боссов, то всё же, ребята, я, наверное, сделаю магазин, как вы меня уже просите, потому что многие меня уже просили, мол, там, и советовали, и просто-напросто говорили, что Эдисон, мне кажется, там будет лучше, если ты всё-таки сделаешь магазины, потому что это, ну, и проще станет, и в какой-то степени будет более вероятно успешно закончить сезон, потому что если у нас не будет ни мастер-болов, ни экспешеров, ни черта в этом сезоне, если у нас не будет, то, в принципе, я согласен, что это будет и намного тяжелее и качаться, и прокачиваться, и искать каких-то новых покемонов, и эволюционировать покемонов, да, и, в принципе, с теми же легендами их, по сути, и нереально так уж и будет словить, да, потому что мастер-болов у нас не будет. Я не знаю, стоит ли вообще летать в этом лесу, в принципе, с одной стороны, это хорошо, то есть ночью летать в этом лесу, потому что если заспавится вот то дерево большое, да, светящееся дерево, через которое можно увидеть, ну, это как бы спрятанный покелут, да, но просто-напросто в каком-то мини-данже, да, в каком-то дереве, то, в принципе, это будет намного проще. Но, как я вижу, в этой серии, что не в этой серии, а в этой версии, что-то вот этого не существует даже, то есть за столько серий мы не нашли ни одного покелута, спрятанного в дереве. Хотя в предыдущих версиях, в предыдущих сезонах, вот эти покелуты, спрятанные в дереве, мы практически находили каждую серию, а сейчас, честно, я их вообще как-то не вижу. И вот в этом зимнем лесу они практически были на каждом шагу, то есть мы их находили очень и очень и очень часто, а вот сейчас как-то их вообще там нету, я их, если честно, даже вообще не замечаю. Ну, не знаю, не знаю, ребята, потом посмотрим. По поводу, еще что хотел бы я сказать, по поводу сборки. Когда она будет? Многие уже мне нафиг мозги все съели, мол, Эдисон, давай сборку, давай сборку, давай сборку, давай сборку, давай сборку, 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 сборку. Еще раз сборку, сборку. Но все же, ребята, как я уже много раз повторял, сборка будет от 10 до 15 серии. То есть я постараюсь сделать сборку до 15 серии. Поэтому больше, пожалуйста, не спрашивайте, когда будет сборка, будет ли сборка, где скачать сборку и вообще что-то о сборке, а сборка будет, то есть я хотя бы постараюсь её сделать, потому что на версию 1.8, ну, не знаю, есть ли там какие-то лаунчеры или майны, да, вот эти уже, но всё же я постараюсь сделать до 15 серии, ребята, поэтому, если до 15 серии не будет сборки, то потом уже спрашивайте, когда будет сборка. А сейчас, пожалуйста, просто-напросто ждите 15 серии и потом посмотрите, будет ли сборка или нет. Ты будешь когда-то нормально летать, пьяный ты, но кто, нафиг, какими-то рывками тормозит прям как-то жестоко, но всё же, мне кажется, уже можно возвращаться домой, ещё, в принципе, вздремнём сейчас. Ну, новый покемон прекрасно, это круто, то, что мы хотя бы его словили, так, чё мне, чё мне в глаз попало, нафиг. Это хотя бы круто, то, что мы его словили, и, в принципе, я рад, то, что мы словили Бульбасавра, потому что я, если честно, хотел его так подсознательно, я думал, ага, сейчас пойдём в тот лес, если хотя бы не найдём. И ведь то, хотя бы попытаемся найти Бульбасавра. В принципе, да, мы его нашли, и мы его словили с третьего, последнего, опять, нафиг, последнего Квикбола. Это круто, это круто. Но всё же, ребята, мне кажется, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Серия сколько уже длится? Опять больше, чем полчаса. Ребята, вы замечаете то, что серии длится... Нет, в принципе, не серии, а каждая серия шестого сезона длится как минимум 30 минут, то есть минимум полчаса. Я не знаю, рады ли вы этому или нет, может делать серии там по 20 минут, ну, или полчаса, как сейчас. В принципе, это зависит от вас, ребята, просто-напросто пишите свои комментарии. Я прислушиваюсь к вашим комментариям, поэтому просто-напросто пишите их. Ну, всё, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, набираем 800 лайков, сразу же выходит новая девятая серия Пиксельмона, да? И, в принципе, я также буду очень рад, если вы просто-напросто поставите лайк, потому что лайки дают, как я уже много раз говорил, отдельную мотивацию. И просто-напросто мне больше хочется записывать видео, когда я вижу много лайков. Плюс тому, оставляйте свои комментарии, я читаю каждый-каждый-каждый, прям каждый нафиг ваш комментарий, не как многие там ютуберы, как я уже тоже говорил, что в какой-то степени им даже плевать на комментарии, что там подписчики пишут, что они там вообще советуют, они просто заливают видео и уходят. Ну, и я, ребята, читаю каждый ваш комментарий, на какие-то отвечаю, на какие-то нету, связи с тем, о, нифига себе, прям на моих глазах вот это загорелось, не знаю из-за чего. Отвечаю только, ну, на некоторые комментарии, потому что иногда вы просто ничего не спрашиваете, зачем я отвечаю на те комментарии, где вы ничего не спрашиваете. Или, например, есть какой-то неадекватный комментарий, но все же я пытаюсь отвечать на каждый комментарий, если он, конечно, адекватный и, в принципе, какой-то нормально поставленный. Поэтому, ребята, пишите свои комментарии, я буду этому очень рад. Также подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику, прям действительно каждому новому подписчику. Вступайте в нашу большую дружную семью Крутых Перцев, да, мы так себя называем. И, в принципе, станьте частью нашей большой семьи. Ребята, мы на этом заканчиваем, прощаемся с нашим новым покемоном, которого мы назвали в этой серии, хотя мы его назвали почему-то в предыдущей серии, но в этой серии, как вы видели, на начале он опять переназвался в пиплопа. Я не представляю, почему он обратно переназвался, но все же Фрост здравствует, да, Фрост, в принципе, его тоже многие знают. И на этом мы заканчиваем, прощаемся, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем так, пока. Субтитры сделал DimaTorzok